Государство поддерживает социальную сферу, поэтому есть много разных программ, чтобы стать владельцем жилья. Так, в этом году на рынке жилья цена перепродажи квартир снизилась на 5,4%. Доля обеспеченных жильем через банк составила около 63 тысяч. Из них 2026 жителей Жамбулской области получили жилье на сумму около 27 миллиардов тенге. Тему продолжит наш следующий материал. По информации Бюро национальной статистики, цены на продажу и приобретение нового жилья в Казахстане в ноябре выросли на 3,2%. При этом цена перепродажи квартир снизилась на 5,4%. В Жамбулской области цена продажи и покупки жилья 3,2%. В этом году 2026 семей из нашего региона отметила новоселье благодаря банку. По итогам года количество накопителей, открывших депозиты, составило 10 742 человека. Этим вкладчикам по итогам 2023 года выплачивается 20% государственная премия. Согласно статистике, в прошлом году благодаря депозиту получили вознаграждение 1,7 миллиона человек. Оно составляет 200 МРП. Если, например, 690 тысяч будет на депозите, в следующем году он вырастет на 138 тысяч тенге. Также важно, чтобы программы, позволяющие получить жилье, были рациональными. К примеру, на следующий год будет реализован пилотный проект для сотрудников регионального учреждения «Жаслэль Тарас». Название программы – «Хамбур Тарас». В декабре текущего года по двустороннему договору было заключено сделок на сумму 100 миллионов тенге. Итак, рынок жилья в Тарасе в 2023 году стоимость домов, построенных в рамках госпрограммы, следующая. Один квадратный метр в рамках программы «Нурлажер» – 160 тысяч тенге. Один квадратный метр в рамках программы «Куатте Умерлер Ель Драйвера» – 226 тысяч тенге. И 350 тысяч тенге за один квадратный метр при постройке жилья индивидуальными предпринимателями. Цена домов, которыми занимаются индивидуальные предприниматели – от 80 тысяч за месяц. Кроме того, в этом году началось строительство домов, цена которых составляет 626 тысяч за квадратный метр. Стоит отметить, что в рамках вышеназванной программы «Куатте Умерлер Ель Драйвера» в Тарасе в 2024 году будет сдано в эксплуатацию 16 многоэтажных домов. Мадяр Салыков, Руслан Сандыбай, Айхан Ахпарат.